Более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства Нягани получили субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работы и оказанием услуг. Финансовую поддержку как опытным бизнесменам, так и начинающим предпринимателям оказывает округ и муниципалитет. Всего выдано более 4,5 миллионов рублей. Вот этот аппарат мы приобрели в прошлом году для хирургической стоматологии, применяется для остеопластики, остеотомии, для пересадки мягких тканей, когда идет имплантация. Стоматологические услуги Милатула Хамаров в Нягани оказывает уже 25 лет. За все это время компенсацией части затрат на приобретение оборудования он воспользовался три раза. На финансовую поддержку заявление подал и в этом году. Как отмечает руководитель клиники, помощь от округа и города, это 300 тысяч рублей, вновь помогут развитию бизнеса, что позволит оказывать няганцам более качественные услуги с применением современных технологий. Сейчас мы покупаем КАТКАМ, цифровая стоматология, это чисто зуботехнические лаборатории. Это мы отправляем то в Москву, то в Краснодар, то в Екатеринбург, а теперь у нас будет все на месте уже. Который сейчас заказал оборудование, за него у меня же нет 4,5 миллиона. Вот 800 отдал, вот сейчас что перейдет, это я уже туда отдам. Заявку на возмещение частей затрат вновь подал и Владимир Дзиндюра. Первый раз индивидуальный предприниматель воспользовался субсидией на покупку оборудования, в этот раз на аренду нежилых помещений. Аренда существенно бьет по малому бизнесу, поэтому хорошо, что есть такая программа, потому что часть затрат вернулась, да, вот эти 114 тысяч, и мы их в дальнейшем также будем тратить на аренду этих помещений, что нам будет помогать в развитии нашего производства. Финансовая поддержка за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского округа и муниципалитета предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства. В Нягоне их порядка 300, но только половина из них относится к социально значимым видам деятельности, на которые и направляется субсидия. Это медицина, это образование, это бытовые услуги, это строительство, производство, ремесленники, достаточно большой перечень предпринимательных видов деятельности, спортивные предприятия, развлекательные. Всего в этот раз на финансовую поддержку заявило 47 предпринимателей Нягоне. Субсидии смогли воспользоваться пока только 22 ИП, которые зарегистрировались первыми. 10 предпринимателей получили отказ за наличие задолженности по налоговым платежам, на остальных не хватило финансирования. От Нягоне уже поступила заявка в округ на дополнительные денежные средства. Елена Куксаус, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра.